18 марта чебоксарцы выберут и общественное пространство, которое благоустроит в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. В начале года в Чебоксарах был составлен комплексный проект благоустройства общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке сквера имени Чапаева и Академика Волкова, Дорис Парк, сквер электротехников, Дубовая роща, Красная площадь и другие. Сейчас необходимо определить очередность обновления объектов и главные эксперты – жители города. Для того, чтобы 18 марта прямое рейтинговое голосование жителей прошло без сбоев, многие службы города уже сейчас работают в усиленном режиме. Для проведения прямого рейтингового голосования на сегодняшний день проведены следующие мероприятия. Определены 112 мест голосования, сформированы территориальные счетные комиссии, стенды с дизайн-проектами подготовлены на 70%. К 14 марта будут полностью готовы. 13 марта будет проведена окончательная презентация в Большом зале администрации города с участием населения города Чебоксара. Кроме этого, при непосредственном участии горожан, благодаря инициативному бюджетированию, благоустраиваются дворовые территории. Глава администрации столицы отметил, что хороший опыт надо распространять. В прошлом году мы подготовили дворовые территории, какие-то дома не соглашались, не подписывали протокола софинансирования. Но мы же здесь просим небольшую сумму, 5%, может быть 7% софинансирования от общей стоимости проекта. Мы пока ваши заявки не оформляли в таком количестве, о котором вы говорите. На ту же крошку, на то же освещение люди готовы софинансировать. Недовольство сити-менеджера вызвало и работы троллейбусов в городе. Не согласованы с действием водителя и диспетчеров. До сих пор наблюдаем неэффективность взаимодействия. Звонил я на прошлой неделе, сам лично наблюдал ситуацию, когда парами ходят троллейбусы, например, первого маршрута, самого популярного маршрута в городе. Интервал между ними в паре менее одной минуты, а интервал между парами достигает 7-10 минут. Вот они идут друг за другом прямо, 200-300 метров. Неужели нельзя эти действия координировать? В троллейбусном управлении этот вопрос обещали держать на контроле. В дальнейшем общественный транспорт будет ходить строго по графику. Татьяна Леонтьева, Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.